Вот почему так всегда хочется прочитать человека сразу, при встрече, вот, и узнать тут же все оттенки его характера? Ну, это легко объяснить, потому что всегда хочется знать, что можно от него ждать. Логично. Я в этом плане восхищаюсь эмпатами, потому что они чувствуют людей, как самих себя, и физиогномистами. Потому что человек повёл бровью, а они уже знают, какая эмоция скрывается за этим. Считывать эмоции по мимике и жестам можно научиться, чем мы сейчас и займёмся вместе с нашей гостьей, психологом-физиогномистом Светланой Филатовой. Светлана, доброе утро. Здравствуйте. Светлана, ну, мы все уже давно знаем, что если человек нахмурил брови, например, сжал губы, он злится. Улыбка, да, он радуется, но оказывается, есть какие-то двойные эмоции, которые не все умеют считывать. Что это такое за двойные эмоции? Например, глаза смеются, а рот не улыбается. Либо наоборот. Вот, да, вот у Ирины очень хорошо получилось. Она похожа на хозяйку медной горызи. Нет, нет, она сейчас улыбается, а глаза у неё немножечко грустят. Что двойные эмоции говорят о человеке? А это когда высокий эмоциональный интеллект у человека, он может, с одной стороны, улыбаться губами, да, а глаза у него... Думают в этот момент о чём-то, да? Думают, да, вот. И когда грустно ему, например, ну, ему нужно улыбаться, ему нужно зажигать собеседников. В последнее время многие говорят об энергетических вампирах. Такие люди, которые, после общения с которыми хочется просто лечь, ничего не делать, руки ноги не поднимают. Да, постаршём полностью. Как-то можно защититься от этих людей, распознав их жесты. Такие жесты и мимику энергетического вампира. А это просто распознаём эмоцию грусти. Это приподнятые брови домика, это расслабленная нижняя часть лица. Да, да, вот именно. Да, Мансур, вот. Ирина, чувствуешь, как энергия перетекает? Вот, Ирина, когда он с таким лицом... Пьеро настоящий, да? Да, когда он приходит с таким лицом на работу, нужно быть с ним осторожным. Если мы встречаем такого грустного ослика и акт... Или пьеро. Да, или пьеро, действительно. А мы ему передаём свои эмоции и выравниваемся с ним на эмоциональном фоне. Мы сейчас много говорим о мимике, а мало уделяем внимания жестам. А говорят, что даже по положению головы можно распознать в человеке характер, эмоцию. Совершенно верно. А ведь у нас на голове расположены разные части лица, да, вот на лице, да. Давайте начнём расшифровку этих положений. Ну, смотрите, нижняя часть лица отвечает за захватническую деятельность. Вот Мансур, да. Вот он сейчас демонстрирует нам захватчика, очень самоуверенного в себе человека вообще. Человек, который ни перед чем не остановится, очень гордый. Поднятая, запрокинутая назад голова, сразу выдаёт хищника, захватчика. Да, да, совершенно верно. А вот из-под лобья. А из-под лобья здесь уже нужно смотреть на мимику. Дело в том, что смотрим на глаза. Если там эмоция, например, печали была бы у него, то это говорит о подавленности человека. То есть он не будет идти в наступление. А у него, мне кажется, эмоция презрения. А, нет, да, кстати, да, презрение, но у него глаза смеются. А вот если бы там были злые глаза, вот он нахмурил бы брови и вот так бы смотрел из-под лобья. Не смотри, мне даже не получается. Это упрямство. Это упрямство и саботаж. А если голова немножечко как бы на бок повёрнута всегда? А вот, кстати, давайте сейчас повернём, и что мы при этом думаем? Расслабление какое-то. Расслабление. Мне всё равно, в общем, что происходит. А мне кажется, может, какая-то неуверенность, нет? Нет, вот не совсем. А тут скорее даём слово собеседнику, да, вот хотим его выслушать. То есть голова на бок, это получается доверие, желание поговорить. А вот меня ещё, знаете, интересует что? Походка. Я вот считаю, что это вообще почерк человека. Вот люди, которые близорукие, они узнают другого человека не по лицу, а по походке. Что походка может сказать о человеке? Очень многое. Степень его уверенности в себе. Давайте, у нас вот Мансур подготовился. К вашему приходу. Сразу несколько вариантов походки. Итак, смотрите, первая походка. Ой, ой, сейчас... Быстрая, размахивая руками. У меня такое ощущение, что он сейчас взлетит, он похож на Карлсона был сейчас. Так, стрёк от этого мотора. Да. О каком характере говорит эта походка? Это говорит об уверенности, о том, что Мансур зажёгся каким-то интересным делом, что он в самом расцвете сил, как тот Карлсон. Он вообще весь на крыльях. То есть энергия, да? Да. Напор, да? Да. Хорошо. Следующее вам задание. Маленькие шажки. Маленькие. Да, такие небольшие, коротенькие. Семенящие. А как он ещё рукой придерживает лацкан пиджака при этом? Это подсознательно пошло. А потому что это сдержанность. Это человек, который сдерживает свою энергию. Он задумался. Боится расплескаться, что ли, да? Да, да. И раскрыть себя, наверное. Да, да. Третий выход, маэстро. Я его репетировал вечером. Но это точно не Карлсон. Карлсон улетел, но обещал вернуться. Вот шарковщая походка. Мы часто видим таких людей, несколько, знаете, небрежных. Вот так они тихонечко идут. Чем это говорит? Это как раз зажатость, это усталость. А когда плечами, то здесь уже чуть другая. Да вы что? То есть когда шарковщая походка и плечи опущены, это усталость и зажатость. А если плечи ходят? А это он красуется. Спасибо большое за интересный разговор, полезные советы. Доброго вам дня. Спасибо. Спасибо.